Все думают, что в Эзекиале 36 говорится то же самое, что и в 31 главе Иеремии. Я не нашел никого, кто бы не согласился с этим. Здесь мы видим обетование и ту уникальность, которая указывает, ну, уникальность, связанная с землей обетованной. Как один человек сказал в Израиле, Бог, спасибо за эту красивую землю, что Ты дал нам эту землю, что Ты нас собрал из народов. И это красивая земля, и продуктивная, подородная, и Твои милости замечательные. Ну, не Бог бы это нам дать лучших соседей. Почему ты нам не дал хороших соседей? 24-й, 25-й стихи. Возьму вас из народов и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю Вашу. Возьму вас из плоти Ваше сердце каменное, и дам Вам сердце плотяное. Вложу внутрь Вас Дух Мой, и сделаю то, что Вы будете ходить в заповедях Моих. И будете жить на земле, которую Я дал Вам, дал Отцам Вашим, и будьте Моим народом, и Я буду Вашим Богом. Что можно заметить в этом отрывке? Во-первых, обетование жизни в земле также связано с стилем жизни Израиля. Благодаря, как бы, из-за агрокультурного сезона и периодов этих, все это влияет на жизнь в Израиле. Во-вторых, И это дает некоторый довод людям, которые хотят доказать, чтобы израильский, еврейский народ возвращался в землю обетованную до своего покаяния, принятия Ишуа. Бог говорит, как бы, я приведу вас в землю, а затем очищу вас. Также это соответствует 37-й главе Израиля. В 36-й главе Израиля Это можно увидеть очень ясное, четкое описание опыта рождения свыше. Как там говорится, я дам вам сердце новое и новый дух. Это человеческий дух. И затем Бог говорит, что свой дух вложу в вас. Дам вам. Хорошо. Эти пассажи показывают, эти пассажи показывают, что новое ковенант суперседит Мозея ковенант. Говорит дальше. Этот отрывок показывает на то, что Новый Завет превосходит Моисеев Завет. В Новый Завет вбирает в себе все из Моисеева Завета, все то, что может применяться постоянно. Сохраняет в себе Новый Завет вечные такие ценности из Моисеева Завета. Но это Новый Завет. Это Завет, который про Тора, направлен на Тору. Я буду сделать так, что вы будете ходить в Мои Торе. И что этот Завет лучше. Более сильный Завет. Давайте откроем Послание к Евреям. Восьмая глава. И вот, что я хочу, чтобы вы поняли. Во-первых, мы практикуем Новозаветный иудаизм, а не Моисеев иудаизм, и не раввинистический иудаизм, но Новозаветный иудаизм. Заметьте, что здесь говорится. В толковании Нового Завета автора Послания к Евреям. Автором Послания к Евреям. Восьмая глава, седьмой стих. Ибо если бы Первый Завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк укоряя их, говорит. But we have not God's found fault, but prophet. We have different verse. Different verse, okay. But anyway, God found fault, wherever it is. В английском языке звучит, что Бог нашел в них вину, укоряет их. И затем он цитирует Ветхий Завет и Иеремия. И here he says in verse 13, прямо до 9 главы. Говоря о новой, показывая ветхость первого. Оветшающее и старейшее, близко к уничтожению. И здесь он говорит о превосходстве Нового Завета. И это превосходство он сосредотачивает на Иешуа. Потому что благодаря Иешуа мы рождаемся свыше. Благодаря Иешуа мы преобразуемся. И что в его крови происходит искупление. Он входит в самые святые места на небесах со своей кровью. Как наш первосвященник. И он делает это однажды. И что имеет влияние на вечно. А не так, как каждый год на Йом-Кипур, в случае с Моисеевым Заветом. И поэтому посланник евреям говорит о значении Йом-Кипура в Иешуа. О том, чтобы Йом-Кипур был в полноте Нового Завета. Вы видите ли, о чем мы говорим? И почему посланник евреям Новый Завет лучше — это смерть, воскресенье и священническое служение Иешуа. Вы следите за мной. Что Новый Завет превосходит, выше стоит над Моисеевым Заветом. Поэтому я не могу его рассматривать, как просто обновленный Моисеев Завет. Он намного больше. Второе Коринфянам, третья глава. Павел в основном обращается к язычникам. И также он делает такое универсальное заявление для каждого, которое относится к каждому о превосходстве Нового Завета по отношению к Моисееву Завету. И вот, что он говорит. В седьмом стихе. Седьмой, восьмой стихи. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лице Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа. Если служение и осуждение славно, то тем паче изобилует славу служение и оправдание, то прославленное даже не оказывается славным с всей стороны по причине преимущественной славы последующего. Если приходящее славно, тем более славно пребывающее. Мы можем подумать, что это очень негативное отношение к Моисееву Завету. Просто приносит смерть от Моисеев Завета. Джон Кальвин. Кто из вас знает, кто Джон Кальвин? Кто из вас не знает, кто Джон Кальвин? Если вы не знаете, поднимите руку. Не знаете. Когда была протестантская реформация, были три основных лидера. Первый кто был? Лутер. Мартин Лутер. Второй был Джон Кальвин, от которого произошли реформаторские и пресвитарянские церкви. И Эрик Цуингли, третий. Три великих лидера реформации 16 века. И Кальвин верил, и он применял Моисея к порядку Нового Завета. Он не верил в еврейское призвание, еврейское отождествление, образ еврея. Он не понимал этого. Но он знал, что существует универсальный закон для каждого человека в Моисее. Поэтому он цитировал этот отрывок. И вот что он говорил. Некоторые люди говорят, что ничего общего у нас не должно быть с Моисеем Заветом, с его учением, поскольку это был порядок смерти. И что мы должны избавиться от десяти заповедей, и от закона. И он затем говорит, что нужно нам сказать таким людям, которые учат этим вещам? И он говорит, избавьтесь, убейте эти злые мысли в своем разуме. И он это сказал, поскольку он очень почитал эту сущность Торы. Эту сущность Торы. Поэтому есть ли Преспатерианские церкви в Украине? Они происходят от Кальвина. И они очень сильно почитают, уважают закон. Эта идея, что Моисеев Завета негативно, вообще это проявление смерти плохой, не из-за того, что Моисеев Завет является этим. Нет, это был хороший Завет. Павел говорил в 8 главе Римлянам, что проблема не в Моисеевом Завете, а во мне. И об этом же говорил Иеремия. И Павел повторяет слова Иеремия. Я заключу Новый Завет, и Бог должен заключить такой Завет, потому что вы нарушили этот Завет. И Моисеев Завет не должен приносить смерть, но он приносит наказание в виде смерти тем, которые нарушают этот Завет. И из-за того, что те люди нарушили этот Завет, Бог обещает Новый Завет, чтобы дать новые возможности. И что не только Моисеев Завет приносит смерть. Новый Завет также приносит смерть. Кто из вас понимает, что Новый Завет тоже может приносить смерть? Новый Завет также приносит смерть. Если вы нарушаете его, как же мы избежим, не родившие о спасении? И чтобы вы не поняли неправильно, что Новый Завет также приносит смерть для тех, кто отвергают его. И заметьте, что там говорится. 2 Коринфянам, 2 Коринфянам, 2 Коринфянам, Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания Себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный, запах на смерть. Да, это очень сильно меняет положение, да? Это также изменяет взгляд на Моисея. Мы благоухание смерти для тех, кто отвергает благую весть. Так же самое, как и Моисеев Завет приносил смерть тем, которые отвергали Завет. Видите ли? Поэтому то, о чем говорит Павел, вовсе не противоречит Моисееву Завету. Но это то, что произошло с чем-то, что было славно, что было отвергнуто. И поэтому Бог теперь дает что-то даже более славнее. И так же это приведет к смерти, если это отвергнут. И слава настолько больше, настолько величественней, что вообще не с чем ее сравнить. И Моисеев Завет пришел в такой славе, что люди не могли смотреть на лицо Моисея. И Новый Завет приходит с большей даже славой, таковой славой, которая никогда не увянет. Теперь вопросы. И теперь, как вы понимаете, мы говорим о Новозаветном Удаизме. Почему мы говорим об этом? И это все имеет отношение к тому, на чем мы создачем все свое внимание. После ваших вопросов я расскажу, укажу на один из самых поражающих, поразительных стихов в Новом Завете. Вопрос по поводу кальвинистов. Там, в свое время, на Украине, я общался длительное время с просветарианскими верующими, и многие они отрицают вопрос даров Духа Святого. Вопрос. Почему? Я говорил с просветарианскими, крестьянами, и они отрицают дарят Государственного Удача. Почему они отрицают? Они отрицают из традиции в early Augustine, early Augustine, Augustine's early writings. Я вижу. И они происходят, как бы, их учения из-за писаний Августина, который говорил, что дары Духа Святого были направлены на установление церкви в Первом Завете. в Первом веке. И как только церковь была установлена, основана, то эти дары больше не нужны. Это глупость, поскольку всегда церковь нужна основывать, устанавливать, утверждать, особенно в Евангелизме. И более поздние труды Августина в которых он принимал дары Духа, так как он увидел, как они функционируют. Во-вторых, реформаторов огорчали всякие предрассудки в католицизме. И потому даже упоминание о сверхъестественных дарах было связано всегда с католическими суевериями. И это вместе сформировало реформаторскую теологию. И Кальвин учил, что до Второго пришествия мы увидим повторное проявление этих даров. Другие вопросы. Вы говорили, что географическое месторасположение Израиля это то, что Бог определил, и что земля это внутри каждого еврея. Является ли это совершенным планом Бога, чтобы каждый еврей вернулся в Израиль назад? Какой-то день. Но нужно слышать Дух Святой. Поскольку правильное время происходит от Духа Святого. И каждый еврей должен молиться о том, должен ли он возвращаться или нет. И всегда это должно быть серьезным размышлением по этому вопросу. Если Бог призывает вас, то там есть общины для вас, любовь, общение, образование, МЖБИ Израиль, или на иврите хотя. Многие христиане основываются вот на этом стихе, 2 Коринфянам, 3 глава, 16 стих. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. И говорят так, что евреям вообще не надо проповедовать, не надо евангелизировать, потому что вот когда они сами обратятся к Господу, тогда это покрывало снимется. и они спасутся. Как быть в этом случае? Если вы читаете 2 Коринфянам, 3.16, это говорит, что когда они обратятся к Богу, то этот ковринг будет уничтожен. Так что многие христиане говорят, что вы не должны евангелизировать потому что это очень странное использование этого стиха, потому что, конечно, Шеул говорит, что уже есть остаток спасенный, и что мы должны возвеличивать служение, это дело Духа Святого, не спасем ли по крайней мере некоторых. Поэтому сначала нужно сказать некоторых, а потом говорить всех. И все, о чем Павел здесь говорит, когда мы читаем Моисея, мы не видим Ишуа, но когда у нас есть откровение от Бога, когда мы приходим к Ишуа, то эта слепота уходит, и мы видим его в Торе, он во всей Торе находится. Никто не приходит к Отцу или к Сыну, только в том случае, когда его призывают. И только Бог удаляет слепоту. И правда, что в конце времен Израиля у всех народов будет удалена слепота. Исайя 25 говорит о слепоте народов, что на них накидка как бы покрывала, и что Израиль слеп, но мы должны евангелизировать слепоте. И кроме как бы по всему кроме всего прочего Дух Святой удаляет слепоту. Еще какие-то вопросы? нет? Хорошо. Теперь давайте посмотрим на этот наиболее удивительный стих, поразительный. Иоанна, пятая глава. 25-й стих. Истинно-истинно-говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глаз Сына Божия и услышавшие оживут. И вы знаете, стиль апостола Иоанна, что постоянно он дважды повторяет что-то. И всегда двойное повторение также было в словах Иоанна. И в этом есть два значения. те, которые духовно мертвы, слышат голос Иоанна и воскресают. И второй момент, что в конце века что при глазе Иоанна произойдет воскресение мертвых. И затем он говорит дальше. Окей. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сын удал иметь в самом себе. И He has given him authority to judge because he is the son of man. Это заявление о божественности Ишуа. Поскольку в еврейском учении жизнь зависит от Бога. только Бог является жизнью сам по себе. И здесь говорится, что Вешуа была жизнь. Это не косвенно. И тот факт, что Ишуа является судьей дает ему место власти, положение власти. И мы читаем в 22 стихе «Отец не судит никого, но весь суд отдал сыну». И затем очень удивительный стих, 23-й. Запишите себе, подчеркните, звездочку какую-то поставите, маркером выделите, себе в мозги поместите его. И не забывайте его. «Дабы все чтили сына, как чтут отца. Кто не чтит сына, тот не чтит и отца, послашивая его». Это один из самых удивительных стихов во всей Библии. Почему? Подумайте вообще о еврейском контексте первого века. В чем вообще вся странность этого стиха? Давайте сделаем эксперимент. Каждый запишите себя в тетради, что вас больше всего удивляет в этом стихе. Запишите одним предложением. Что больше всего вас удивляет? Небольшой экзамен. Небольшой тест. Мивхан катан. Мивхан катан. Все запишите. Кто-то из вас вообще еще не писал в тетради. в тетради. Вспомните об иудаизме. Современном иудаизме. Вы настолько захристианизированы, что не можете удивляться этому стиху. Он вас не удивляет. в тетради. Обычно почитают родители, но наоборот дети у почитаний и родители. Каково свойство, качество современного иудаизма? Как евреи чтут отца, если не знают Ишуа? Не, не это удивляет. Каков центральный момент иудаизма? В чем это? Один Бог. Маймонид говорил о Боге как Яхид. Один в единственном числе. Никто другой не может обладать его природой. Это прямое противоречие к христианству. Теперь, сколько это написали? Почему это удивляет? в чем удивляет этот стих? В том, что тут почтение сына такое же почтение как и отца. Одинаковое почтение к обоим. институт как и отца. англит. Это Амар Амарта и Штафов. В русском Библии как Он упомянул сейчас, что Гиштадев — это поклонение. В английском так же самое, кто-то, кто почитает, тоже кто почитает, кто почитает сына, как и отца. Почтение говорится, то же самое. То есть, можешь ли ты поклоняться Иешуа в иудаизме? Нет. В иудаизме нет. Нет. В иудаизме нет. И вот что еще. В первом веке много научных трудов уже сделали. Основная идея в том, что Бог уни, один и во множественном числе. То, что Он один и больше, чем один. Это достаточно распространенная идея первого века. Если хотите какие-то ссылки, то я вам дам их. Логос — это идея иудаизма. Если взять Новый Завет, который говорит Логос, стал плотью. А затем иудаизм развил эту идею и отвергал Логос. И вы найдете описание Логос в Таргуме, в Филоне, в Иосифе, в Флаве. И в Талмуде вы не найдете описание Логоса. Поскольку иудаизм отверг идею о Логосе. Но даже несмотря на это, это понятие, что почитать сына так же само, как и отца, это вообще удивляет и поражает. Мессианский иудаизм иудаизм, который почитает сына так же само, как и отца. И в этом наше фундаментальное отличие от традиционного иудаизма. Не только то, что Ишуа есть Мессией. Это тоже отличие. Но так же мы почитаем его таким же образом, как мы почитаем отца. И что отцу нравится это. Если мы так не поступаем, то отец не доволен. Поэтому наше проявление нашей веры должно быть сосредоточено на почтении Ишуа так же, как мы почитаем отца. Вы со мной? И возможно для того, чтобы сохранять хорошее отношение с еврейским обществом, для того, чтобы Ишуа отодвинуть на задворки, на задворки, и не ставить его на центральное место Ишуа. Если мы так поступаем, то Бог удаляет свое присутствие и свою силу. Если мы не почитаем Ишуа, то Бог удалит свою силу от нас. Видите ли? Если мы не верим Ишуа, как своего Спасителя, Мессию, то... Так же самое мы можем смело утверждать, так же, как Писание говорит. Спасение наше через Ишуа. Если мы не верим в Ишуа, не обращаем внимание в Ишуа, так же само у нас и Он перед Отцом не ходатайствует. Наше спасение от Ишуа, через Ишуа. Если мы не уважаем его, не обращаем его, то он не будет делать то же самое, как перед Отцом. Поэтому очень важно, что во всем, что мы делаем, Ишуа проявлялся Ишуа, а не скрывался. Это становится очень важно в моем взгляде на мессианский иудаизм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова